Общественная палата области дала поручение более тесно взаимодействовать с муниципальными, чтобы быть в курсе местных проблем и по необходимости оказывать помощь. Поэтому 16 марта Владимир Мельник побывал на заседании комиссии по ЖКХ. На нем также присутствовала замглавы администрации округа Екатерина Насачева. Любая общественная структура должна иметь какую-то позицию. Мне очень нравится активная позиция. Причем я не только сейчас, а мы уже не первый день знакомы с коллегами. Очень активная позиция именно общественной палаты Пушкинского городского округа. И, наверное, это как раз может давать результаты. Сфера жилищно-коммунального хозяйства всегда была самой проблемной. Пока решаешь один вопрос, прорывает другой. Она работает 24 на 7 все 365 дней в году для потребителей. И поэтому важно обеспечить стабильность. И для этого работают все службы. И есть положительный результат. Конкретно по нашей линии поступали заявления, связанные с отоплением домов не так много. Предоставление коммунальных услуг было достаточно неплохо. А касаемо официальных обращений граждан их было немного. Это говорит о том, что в целом система жилищно-коммунального хозяйства, отопительный сезон прошла на удовлетворительном уровне. Председатель общественной палаты Алексей Селеменев коснулся вопроса газификации Клязьминской поликлиники. Я хочу сказать, что в целом, если даже взять с предыдущим сезоном по области, ну и в частности по Пушкинскому округу, это само собой разумеется. Как раз этот период происходит, зимний период, значительно более спокойнее, чем раньше. Также окруженных общественников волнует вопрос взаимодействия с Мосавтодором и МСК, организациями, которые обслуживают областные дороги в Пушкин и Ивантеевке. Представители общественной палаты писали письма с 20 декабря, чтобы расчистить Учинскую улицу, единственную артерию на западную сторону. Ответ пришел только на этой неделе, после постов в соцсетях. Из-за плохой работы приходится отрежать городские службы. Также есть претензии и «Газпром Теплоэнерго». Владимир Мельник услышал просьбы, пообещал свою протекцию. Анастасия Спирина, Владимир Овсянников, Юрий Добрунов. Новости Большого округа.